Школы Республики готовятся к сентябрю. В учреждениях идут работы по ремонту, а ученики и родители закупают необходимое к началу нового учебного года. Наш корреспондент Галина Погодаева узнала о сроках приемки школ по Якутии, побывала в столичных школах, где идут капремонты и посетила традиционный школьный базар в Якутске. До начала нового учебного года остается меньше трех недель. Школы Республики готовятся к принятию детей. Новые здания общеобразовательных учреждений введены в Чурабче на 220 учащихся. И в поселке Черский там смогут обучаться 275 учеников. До 25 августа текущего года состоится приемка всех образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха и Якутия. По состоянию на 11 августа у нас принято 209 дневных общеобразовательных организаций из 630, которые имеются у нас. Капитальный ремонт проводится в двух столичных школах 14 и 28. Также полностью меняют систему отопления и ремонтируют спортивный зал в 23 средней школе. Работы там начались 4 июля. На сегодняшний день демонтированы старые трубы, ведется установка новых. Выделено 4 миллиона 900 тысяч с копейками. Почти 5 миллионов выделено. Это и на спортивный зал, и на систему отопления. На сегодняшний день то, что запланировано, сделано. Но подрядчик еще планирует добавить количество рабочих на объекте, для того, чтобы успеть 25 числу смонтировать всю систему отопления. К первому сентября активно готовятся и в седьмой школе города. На сегодняшний день в здании сделан косметический ремонт. Из-за нехватки финансирования работы по капитальному ремонту отложены до следующего года. Силами родителей, силами спонсоров наших, то есть бывших наших подрядчиков, мы, конечно, подготовились. Косметику мы сделали, частично заменили отопление. И порядок мы наведем, соответственно, когда придут дети, у нас будет все блестеть, сверкать. К новому учебному году готовятся не только школы, но и ученики, а точнее их родители. Многие традиционно покупают школьные принадлежности заранее. Ведь надо успеть купить все необходимое. По словам горожан, чтобы собрать ребенка в школу, приходится затратить немалые средства. Ну, точно мы не считали, просто мы уже несколько дней ходим и понемножку приобретаем. Ну, достаточно. Две девятьсот, тысяча восемьсот и шесть тысяч. Плюс канцелярия и рюкзак. То есть, ориентировочно так в десять тысяч? В данное время пока на пять тысяч, а так где-то около десяти. Так, на покупку школьной формы надо выделить порядка двух тысяч рублей. Спортивный костюм с кроссовками обойдутся минимум в две с половиной тысячи рублей. Цены на рюкзаки варьируются от полутора тысяч, канцелярские товары и школьные рабочие тетради обойдутся в три тысячи рублей. Таким образом, для того, чтобы собрать ребенка в школу, необходимо потратить как минимум 10 тысяч рублей. По словам продавцов, на сегодняшний день покупателей не так много. Большинство якутян закупают школьные принадлежности в последние дни августа. Однако, чтобы выбрать нужный товар и не волноваться, что что-то может закончиться, необходимо совершать покупки заранее. Галина Погодаева, Дмитрий Сергучев, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.